На время рисовальные окусы откладываем, начинается серьезная мелодия. У нас в биориуме не просто умение рисовать, умение рисовать живые объекты. Итак, как устроены тела позвоночных животных? Ну и первый мой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какая система органов определяет форму тела у позвоночных? Нашу, у олененка, у врача. Костя не система органов. Как система органов определяется? Опорно-двигательная. Опорно-двигательная система, которая имеет две основные части. Опорная часть, которая называется скелет, и динамическая, которая называется мускулатурой. С мышцами возить сложно, мы далеко не сразу к ним перейдем. Начнем со скелетов. С ним попроще. Скелет – это внутренний каркас тела. Ну и давайте с вами пока разберемся с главными основными частями скелета человека, в сравнении со скелетами других позвоночных существ. Во-первых, раз мы все с вами называемся позвоночные, то самое главное – это скелета позвоночных. Верно. А как у нас? Я буду делать маленькие. Прошу вас. Там много маленьких косы позвонков. Из отдельных позвонков? Да. А у нас соединенных вместе. Благодаря этому мы можем двигать спину. Но однако у них такая форма, что они могут только до определенного момента сгибаться. И мы, например, не можем усилиться. Как слою токсики. У кого-нибудь есть дополнения, разражения? Есть, между этими позвонками, есть хрящ, чтобы они не телись друг от друга. И вот внутри позвонка проходит спинной мозг. Так, верно. Отчасти. Отчасти. А еще к крещам примерно ребра. Нет, уже сам начал неверно. К крещам, ребра, не такие нитки. Там иначе. Я вот думаю так. Там у нас такие вот части, которые двигаются на норочек, позвоночник. Они двигаются слабо. Иначе мы его просто развалили. Смотрите, вот. Но у них есть хряч, и они вот спины будут более вели и сильные. Как у нас устало, так и там привезли. Блазь, гениально. Гениально. Мы вышли на идею разных путей соединения деталей скелета. Итак, вот это лучше записать для себя. Тема, которая сейчас, вопрос, которым сейчас будем заниматься. Соединение костей. Как кости могут быть соединены друг с другом? Да. Другими. Во-первых, другими костями. Что? Что? Ни толк, ни другой вариант никак не подключен. Вот у вас есть некоторая кость. Допустим, вот эта кость, которая проходит через плечевую человека. Ее так называют плечевая кость. Начинается она от плечевого сустава. Вторая ее головка в локтевом. Кость удлиненная полная. На конце ее имеет суставное расширение. Я очень грубо и систематично, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, двигать рукой, плечевым суставом? Да, можете. Можете сгибать и разгибать пальцы. А чем сгибание и разгибание пальца отличается от движения руки? Очень сильно отличается. Скажите, пожалуйста, можете ли вы пальцы согнуть вот в этой плоскости? Нет. Можете? Нет. Это будет называться не согнуть пальцы, а сломать пальцы. А согнуть пальцы вот в этой плоскости. Можно ли? Можно ли? В каких плоскостях, в каком количестве плоскостей, может сгибаться пальцы? Только в одной плоскости. Скажите. Что? А это кольца на плоскости. В такой плоскости. Понятно? Все три сустава пальца сгибаются в одной и той же плоскости. Это понятно? Да. Хорошо. Берем плечевое сустав. А дело в том, что через плечевой сустав можно провести почти неограниченное количество плоскостей. Смотрите. Клечо, по отношению к плоскости, может двигаться по полусфере. Принимает совершенно разное положение. Это понятно? То есть, плечевой сустав, так иноценно, свободный стал в нашей теле. Так? Есть суставы, более свободные, чем палец, но менее свободные, чем плечо. Типичный пример. Лучше запястный сустав. Смотрите. Вот так могу? Вот так могу? Вот так могу. Но развернуть его больше, чем на половину сферы и свободно двигать, невозможно. Рука двигается более, чем на половине полусферы. Лучше запястный, менее. Гриносток достаточно свободный сустав. Тоже у него большое количество голов воротов. А с бедрами? Где? На дашь или вверх? Коля, нету такого на свете бедренного сустава. И с таза вверх. А в позвонках вообще нету сустава. Нет суставов, еще раз я говорю, для тех, кто не слышал. Мы сейчас с вами как раз разбираемся с тем, что такое называется сустава. Вопрос. Значит, как сделать такую штуку? Как закрепить плечевую кость, чтобы она могла активно двигаться и при этом не отваривалась от тела? Тогда нужно полное снижение. Так. Надо... Чашку. Вот шарик, вот в такой вот янке... Шарик уложить в чашку. Да. И вот... То есть костяная чашка... Что это? Костяная чашка, которая вглубже костяной шарик. И самая длинная... И между шариком и чашкой... Что делать такие гибкие, растягивающиеся... Тише гибкие. Хорошо. А кто прежде всего... Прежде всего, а вот в желтую линию я провожу. Между поверхностью шарика и поверхностью чашки. Что должно быть в желтую линию? Нет, нет, нет. Хрещ будет покрывать и шарик, и чашку. Но между этими двумя слоями хреща обязательно пускай щель, зазор. Пустота. Вот чем эта пустота заполнена? Это, например, суставной жидкости. Именно так, с маской. Суставной жидкости. То есть, хоть в одной точке прирастает ли непосредственно соединение в середину плечевая гвоздь с вот этой стороной плечевого потока. Нет, ни в одной точке соединения нет. Поэтому этот шарик может крутиться в своей гумке достаточно свободно. Так, движения эти будут вызываться мышцами. Ну, в какую сторону мышцы потянут, в такую сторону шарик повернется. Вопрос, а почему рука не отваливается? Ну, потому что кожа, кожа. Я, ну, там, сфинансы. Хорошо, внимание. Представьте себе, что вы повесили на перекладине на одну руку. На руку. Весь ваш вес приходится на очезапястную, на ключевую систему. Скажите, пожалуйста, выдержит ли ваша кожа? Нет. А ведь вы можете висеть. Вполне руками отваливаются. На руку резьба без расширения. Это расширение не позволяйте мучить. Нет, 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 нет. Так не будет слаботься. Если бы у нас чашка делала узкая горлышка, вот такую узкую горлышку, конечно, удерживают. Так, Майя, объясните-ка, пожалуйста, почему базисная идея не проходит для плечевого здоровья? Почему не проходит? Майя, кажется, может быть, поезд просто. Смотрите, вот у вас есть шарик, вот наша чаша, а мы у чаши сделали узкую горлышку. Да, действительно, теперь рука не отвалится. Но что со свободой движения плеча? Ведь он будет натыкаться на вот эти границы. А мне, кстати, вот такая будет. Представьте себе, у меня два карандаша, да? Да. Моя задача, как-то их так соединить, чтобы они не отваливались друг от друга, да? Но при этом могли двигаться относительно друг друга. Вот, лошади. Два разных метода. Первый. Я взял, привязал ниточку к этому карандашу, а второй конец ниточки к чему привязал? К этому карандашу. Отлично. Вот кучок волокон, идущий от одной кости к другому кости, будет называться связкой. Итак, кости скелета свяжены друг с другом волокнистыми свяжками.